Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас очередная подборка дорам в жанре романтическая комедия. Клетки Юми. Дорама 2021 года, 14 серий. В главных ролях Ким Го Ин, Ан Ба Хён. Юми – обычная офисная сотрудница. Она много работает, любит вкусно поесть и готовится к марафону. Однажды коллега предлагает ей сходить на свидание вслепую с его знакомым. И это переворачивает жизнь Юми. Ведь уже несколько лет она ни с кем не встречалась. Все эмоции и действия героини контролируют клетки, которые находятся в ее голове. И мы наблюдаем, каких решений влияют на поведение Юми. Очень легкая и милая мелодрама с симпатичными героями и веселыми моментами. Главные герои немного заторможенные, поэтому я все серии смотрела на двойной скорости. Сначала меня смущало, что в Дораме будет мультфильм. Но в итоге за клетками было даже интереснее следить, чем за Юми. Скоро выйдет второй сезон. И я собираюсь его тоже смотреть, чтобы позитивно провести время. Работай позже, пей сейчас. Дорама 2021 года, 12 серий. В главных ролях Ли Сон Бин, Хан Сон Хва, Чон Ин Джин и Чхе Ши Вон. Перед нами стандартная история о жизни трех подруг. Ан Су Хи работает сценаристом развлекательных программ. Хан Жи Йон инструктор по йоге и считается самой красивой из подруг. А Кан Джи Гу – блогер, самая грубая и серьезная. Уже много лет героинь связывает то, что все совместные встречи они проводят в разных барах за распитием огромного множества спиртных напитков. Поэтому мужчины не ищут себе таких, чтобы не уступали им в этом деле. Я начала смотреть Дорамд по рекомендации блогера, и первые несколько серий мне было противно наблюдать за поведением подруг. Если бы я знала, что там ничего важного не будет, то пропустила бы их вовсе. Потом сюжет стал немного интереснее, и начали раскрываться характеры героинь и как они дошли до такой жизни. И все это демонстрировалось как драма в перемешку с шутками. Комедия, если ее можно так назвать, превратилась в трагедию. Я досмотрела только потому, что мало серий и к подругам привыкла. Шивон, кстати, здесь в такой же роли, как в Дораме она была красоткой, но уже не такой забавной и более запущенной. Второй сезон, наверное, тоже посмотрю из любопытства на двойной скорости. Так я женился на Антифанатке. Дорама 2021 года, 16 серий. В главных ролях Чхветы Джун и Чхве Су Йон. Нигин Йон работает в журнале и встречается с мужчиной. Но внезапно ее бросают. А после происшествия на вечерние мероприятия еще и увольняют с работы. Ход Джун – айдол всемирной известностью. Именно он стал причиной того, что жизнь Гин Йон стала полностью разрушена. И за ней закрепилась слава самой главной Антифанатке певца. Совсем не запоминающаяся Дорама. На тему холодной звезды и простой девушки уже много всего снято. Но все-таки в поддержку сериала отмечу, что он довольно динамичный, с местами смешной и главные герои не вызвали негативных эмоций. Чего не скажу о второй паре – соперника Ход Джуна и его подопечный, который он продюсировал. Без их скандалов и разборок Дорама бы ничего не потеряла. Король шоппинга Луи – Дорама 2016 года, 16 серий. В главных ролях – Сой Ин Гук, Нам Джи Хён, Юн Сан Хён и Им Сэ Ми. Кан Джи Сон привык жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать. Он всегда первым покупает самые модные товары, за что получил прозвище Король шоппинга Луи. Однажды он возвращается в Корею, где живет его бабушка. И из-за происшествия оказывается на улице, без вещей, денег и с амнезией. Таким его находит приехавшая из деревни Гобокшиль – добрая, но наивная девушка. И ей теперь приходится заботиться не только о себе, но и о совершенно неприспособленном к самостоятельной жизни Луи. Хорошая, милая и веселая Дорама с прекрасными героями и замечательной актерской игрой. Первые несколько серий можно смотреть для поднятия настроения. А дальше интерес к сериалу не теряется, потому что появляются тайны и интриги. Только последние пары серий немного затянуты, но общее впечатление от Дорама они не портят. Так что рекомендую к просмотру. «Удачный роман» – другое название «Счастливый роман» – Дорама 2016 года, 16 серий. В главных ролях – Хван Джон Им и Рю Джон Йоль. Буни – талантливый программист, но подрабатывает в нескольких местах, чтобы оплатить медицинский уход за сестрой, находящейся в коме после аварии. Чтобы сестра очнулась, шаман посоветовал героине найти мужчину, который родился в год тигра, и провести с ним ночь. Ибо они решают выполнить все, что он сказал. Так она встречает Цухо, директора компании по созданию виртуальных игр. Но его не так просто уговорить поверить во всякую магию и сверхъестественные силы. Стилисты и здесь решили сделать Хван Джон Им необычный образ. Так что ее наряды в этом сериале побеждают номинации «Самые странные». Первые несколько серий были очень смешными. И я надеялась, что Дорама до конца останется комедией. Но, как всегда, напрасно надеялась. Со второй половиной все стало скучно и грустно. Конечно, без драм, но со всеми корейскими клише. Так что для меня этот сериал на один раз. Король драмы. Дорама 2012 года, 18 серий. В главных ролях Ким Мьон Мин, Чон Ри Вон и Чхве Ши Вон. Энтони Ким является самым известным и востребованным продюсером. Он выпускает успешные дорамы, сценаристы выстраиваются в очередь, чтобы он выбрал их работу, а рекламодатели не жалеют денег, чтобы их товары были показаны в сериалах. Его не волнует ничего, кроме прибыли, которую он ценит выше человеческой жизни. Егуин много лет мечтает, чтобы по ее сценарию выпустили качественную драму. Но телекомпании мало интересуются талантливыми работами непопулярных жанров. Для них главное заполучить высокие зрительские рейтинги. Однажды пути героев пересекаются, и два совершенно противоположных характера вынуждены взаимодействовать друг с другом. Я начинала смотреть эту драму два раза. В первый раз бросила на второй серии, потому что мне был совершенно неприятен главный герой. Но после положительных отзывов все-таки решила досмотреть и не пожалела. События развивались очень динамично. Сюжет держал в напряжении. Приходилось постоянно переживать за главных героев. Интересно было окунуться в процесс создания дорамы. От поиска инвестиций, создания сценария и подбора актеров до выхода на экраны. Тем более основного актера играл Шивон, как всегда прекрасный в комедийном облуах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Чтобы не пропустить следующие подборки, не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока!